Лобби обо всем И знают ее голос Сегодня у меня в гостях профессиональный радиоведущий Лектор Федеральной школы радио Диктор и просто хороший человек Катя Самсонова В том-то и задача радиоведущего Прикольно вырулить из этой ситуации Сказать не о том, что мы с вами договаривались Мы должны понимать, что когда человек включает радио Он должен все-таки забывать скорее своих проблем Что наша профессия праздник Вот праздник Сердечный приступ, инсульт, что-то еще Все прям в эфире Мне кажется, что это конец Я все время думаю, нормально, ровно ли я держу спину Я только об этом думаю А я об этом даже не думаю Просто они стоят, я понимаю, что если мы их не впустим Может кто-нибудь, кого-нибудь и не станет Господи, это я была Это все, это была я И ты сможешь... Нет, это не я, я точно не знаю Я бы, во-первых, не пошла, не решилась Я бы не выдержала И скорее всего, по мне было бы видно, что я волнуюсь Вы замужем? Нет Почему? Я была недолго замужем Но это не совсем был тот опыт Я позвоню, скажу, поставьте, пожалуйста, мне руки вверх 18 мне уже... Я думаю, что вы бы классно звучали бы на радио Но вы слишком четкие Если говорить о музыкальном радиоведущем, да? То надо быть немного таким... Я все время думаю о том, что мы сидим с вами хоть на какой-то, но дистану Я привит Что ты пришла? У нас тут девчонок уже... Вот, все, 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 все Хотела бы спросить, кто такая Катя Самсонова и почему мы сейчас вот здесь с вами разговариваем Вот кто такая вообще Катя Самсонова? Ну, почему мы здесь разговариваем? Здравствуйте, потому что вы меня пригласили и мне это было очень интересно Владимир, а Катя Самсонова это девушка из города Минска, которую некоторые знают, потому что она работает на одной известной радиостанции И, возможно, именно потому что она работает на одной известной радиостанции под названием Юнистар, она именно здесь сейчас и сидит Отразилась ли пандемия на работе радиоведущего? Непосредственно на работе радиоведущего, наверное, она не отразилась, потому что мы работаем в прямом эфире, и это даже хорошо, потому что вот я очень сочувствую людям на удаленке Я понимаю, что это необходимость, да? Но я понимаю, что дом это место силы для меня, место, где я расслабляюсь и взять себя в руки и проводить там те же эфиры И мне как раз именно нравится процесс собраться, привести себя в порядок, найти какой-то новый прикид, приехать сегодня в одном образе, завтра в другом и так далее Казалось бы, нас никто не видит, но это подстегивает Вот, и то, что я туда могла приходить даже в самые безотрывно И до сих пор первая, вторая, третья, четвертая волна на работу, мне кажется, что, может быть, это меня в первую очередь и уберегало, и мой иммунитет Потому что для меня вот это движение, это и есть, наверное, жизнь Другое дело, что да, ты приходил раньше в офис, там была куча народу, привет-привет, там с кем-то шутки, прибаотки, все А потом меньше-меньше-меньше, и постоянно люди уходят на удаленку Кто-то в офисе есть, они там чередуются и так далее, но, естественно, это все безопасность С другой стороны, когда я перешла на вечерние эфиры, я в целом офисных наших сотрудников вижу недолго, они уходят Я остаюсь там одна Но онлайн стало больше занятий, это немножечко сложнее, но это, если уже говорить не о радиоведущем, а о преподавателе Я понял, а вот вы говорите, что это безопасность, здоровье, а как вы относитесь к масочному режиму? Я считаю, что береженого бог бережет, и я думаю, что если, ну, например, мы сейчас с вами общаемся, и мы сидим, я все время думаю о том, что мы сидим с вами хоть на какой-то, но дистанции Я привит Если бы, а это ничего не значит, вы можете переносить, вы же знаете Если бы дистанция была более сокращенной, я бы маску надела, хотя в теории, даже на таком расстоянии вполне запросто, как я вас могу, что называется, быть переносчиком и вас заразить, так же и вы меня И при том, пятислойные маски, которые я раньше использовала, только вот помню, да, я один раз заболела, я пришла в поликлинику делать ПЦР-тест, я надела пятислойную маску, я надела перчатку В скафандре, в костюме в этом нет? Нет, я уже чувствовала, что со мной что-то не то, но на всякий случай надела Я, кстати, заметила, что в них даже легче дышать, как если она с клапаном, чем в обычной трехслойной Я за то, чтобы люди в общественных местах маски надевали, другое дело, что когда мы идем по лесу, дышим воздухом, а это нам просто необходимо, ну ее лучше снять, вот Просто для того, чтобы фильтровать немножечко воздух и легкие наполнять, но слишком много подтверждений тому, что людей становится не спасти, и это Это печально Нам нужно с этим что-то, нам надо будет, надо себя беречь Вы знаете, у меня так получается, что у меня лично очень небольшая семья Кто-то, тем более, живет за границей, да, из моих близких родственников Мама у меня привилась, да, например, и я более-менее за нее спокойна Когда я слышу от своих знакомых и друзей о том, сколько у них жертв, мне становится плохо, мне реально становится дурно Я только хожу и думаю, господи, пусть все мои близкие будут живы и здоровы Пусть в конце концов все это каким-то образом канет в лету, пусть будет какая-то такая прививка, благодаря которой, ну невозможно будет заболеть, вот Судя с переменным успехом, я бы сказала так Я не привита, поэтому в общественных местах маски и дистанция и все остальное прочее Планируете прививаться? Я оттягиваю это максимально, насколько возможно Ну, если же за границу ехать, надо же будет делать, наверное, тест как-то там или прививаться Вот к тому времени, наверное К родственникам же поедете наверняка Я за то, чтобы каждый слушал свой внутренний голос, был максимально ответственен перед собой Вас в студии никто ж не видит, можно ли одеться там как-нибудь по-простому, по-домашнему или надо всегда выглядеть красиво? Можно одеваться как угодно, все люди выбирают исключительно для себя, как им удобно, как им нравится Тем более сейчас, в то время, когда у нас там два с половиной человека в офисе, в самые такие времена, да, лихие пандемии Но наша работа, она такая, как вам сказать, в любой момент может прийти кто-нибудь из-за дела продвижения и сказать Кать, давай мы сделаем небольшой сториз по поводу того, что сегодня у тебя происходит в эфире Я никогда этим процессом особо, да, не руковожу Ой, нет, я сегодня там что-то не выспалась, не накрашена, у меня там пучок, давай там завтра Ну, не очень, да, там пучок на голове вместо прически Но в целом, таких больших требований к радиоведущим нет Мне просто самой нравится, когда я в определенном настроении, мне кажется, что одежда, макияж, это все дело подчеркивают Тогда, мне кажется, и... Настроение, наверное, играет ключевую роль при вот создании вот этой атмосферы Ну, мы же девочки, конечно, у мужчин немножечко все иначе, хотя все по-разному Но мы всегда подмечаем, кто как одет, мы всегда приходим там первым Знаете, нет же такого, что ты пришел, сел в эфир, выпил чашку кофе и погнал Все равно хочется с кем-то перекинуться парой слов Ой, это новые сапожки, а у меня не только сапожки новые И вот это вот все Мы же живые люди, такие же точно Поэтому, ну, никогда не знаешь, куда после работы тебя занесет жизнь Себа Конечно, в том числе Да, 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 я по этому принципу живу Можно ли заказать песню мне? Я позвоню, скажу, поставьте, пожалуйста, мне руки вверх, 18 мне уже Это было можно лет 10 назад еще, наверное Сейчас уже вам могут предложить на выбор Или там «Руки вверх», или там «Иванушки» условно, но если это русское радио, да, потому что у нас «Руки вверх» не звучит на радиостанции То есть у нас сейчас стали более жесткие рамки того, что должно звучать в эфире Это называется музыкальное программирование Все песни должны быть в общем и целом из категории тех, которые у нас постоянно играют То есть я могу вам предложить вместо «Руки вверх» например, ну, какую-то другую там У нас сейчас вот есть возможность послушать с вами Веру Брежневу, группу «Звери» или кого-то еще Что вы выберете, если это программа «Приветов и поздравлений»? Конечно, на выходе это может звучать так А какую песню вы хотели? Вы скажете, а я хочу послушать группу «Звери» Прекрасно, замечательно, вот мы ее и слушаем А если я скажу, я хочу «Руки вверх» А мы договорились уже, что я скажу вот так, а я сказал по-другому уже В том-то и задача радиоведущего прикольно вырулить из этой ситуации Сказать не о том, что ну мы-то с вами договаривались там, типа того А что же это вы меняете на ходу свои решения там, типа Ну, вы знаете, так получилось, что «Руки вверх» у нас уже сегодня звучали Поэтому давайте все-таки остановимся на группе «Звери» В этой песне тоже очень много классного, приятного А что остается вот за кадром эфира, за кадром работы вашей? Все самое интересное находится за кадром эфира Потому что и за кадром, и за эфиром Потому что, конечно, мы должны себя держать в определенных рамках Когда мы находимся, да, онлайн Какие-то словечки свои там фирменные Какие-то ха-ха, вот это вот все В любом случае, когда мы переговариваемся, когда мы шутим Когда какие-то там у нас есть свои определенные внутренние там моменты кухни и так далее Я вообще человек такой достаточно Я гораздо более юморной, наверное, чем это происходит в рамках там моего эфира Причем мне нравится именно с людьми взаимодействие, да, когда, например, приходим писать какой-то подкаст Я начинаю что-то говорить, меня заносят не туда Я начинаю выруливать, придумывать какие-то на ходу себе отговорки, иронизировать и так далее В эфире мы, у нас есть 15, 20, 30 секунд, минута И мы должны вложиться, мы должны там Ну, это правила сейчас такие новые Без этих, знаете, отступлений А в жизни мы гораздо более, мне кажется, еще прикольные, живые А что вот для радиоведущего табу? Вот что ему нельзя делать вот в эфире? Есть же какие-то список у вас? Нет Блэк-лист того, что там нельзя говорить, там нельзя обсуждать что-то Ну, у нас нет прям таких вот четких табу Ну, мы оговариваем, да, что все, что может людей разделить, там, по религиозным принципам, там, не знаю, национальным, каким-то еще, 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 мы стараемся, да, этого не делать Мы не можем приходить в плохом настроении, опять же, это тоже обязательно Мы должны нести, то есть ирония может быть, самая ирония, ну, легкий сарказм Но в процентном соотношении его должно быть немного Мы должны быть настроены на наших слушателей Мы должны понимать, что когда человек включает радио, он должен все-таки забывать скорее о своих проблемах Нельзя сказать, что наша профессия – праздник Вот праздник Праздник – это когда вы выходите, свадьбу ведете У нас сейчас немножечко другое Мы собеседники, но мы людей все время переводим на как-то Мы отвлекаем от сложности, проблем в жизни Вот, и, ну, есть свои определенные каш-темы и так далее, так далее Есть какая-то внутренняя кухня Карьерный рост у радиоведущего есть? Все зависит от конкретного человека У нас, например, сейчас программным директором на радиостанции является мужчина Который пришел к нам юным выпускником факультета журналистики И, по-моему, они вот только-только, вот только закончили Я даже не уверена, что это не был просто там его после учебы там для практики, да, какой-то опыт Вот, и, ну, он достаточно успешно справляется со своими задачами Кто-то стал там голосом там какого-то определенного бренда Кто-то стал, ну, в общем, тут прям Люди очень многие работают на телевидении, работали на телевидении Из тех, кто работает на радио Достаточно узнаваемые, в том числе, достаточно успешные Есть люди, которым очень нравится работать узко в этой нише Но постоянно развиваться, развиваться, развиваться То есть все зависит от амбиции человека этого желания А вот можно, если, допустим, я радиоведущий И я придумал какую-то вот программу, какой-то подкаст, что-то новое Вот, чтобы было это в эфире И прийти, предложить редактору сказать Давайте вот это вот запустим, это должно вот зайти, это будет круто Можно так? Конечно, можно Но он вам скажет А нам это не надо пока Или, ну, неплохо, ну, вот давай То есть если совпадут потребности радиостанции ваши желания То есть вы захотели сделать одну какую-то короткую авторскую программу О здоровом образе жизни А что-то похожее уже сейчас идет Или, например, о путешествиях А какие путешествия могут быть сейчас в пандемии, да Или, например, о чем-то еще, что, ну, может быть, интересы наших слушателей По его мнению сейчас так не зацепят А может быть, вы хотите сделать какую-то авторскую программу То у нас сейчас вышел проект This is Mova Когда мы по западным англоязычным хитам Берем строчку из них Переводим ее на белорусский, как это звучит по-нашему И таким образом легко, ненавязчиво мы людям помогаем Не забывать, да, какие-то наши слова и фразы из нашего родного языка Если вы с такой оригинальной идеей придете Я думаю, что вполне все... Не откажет 50 на 50 У вас должны совпасть ваши потребности и видения Ну вот, есть ли какой-то предел? Вот у военных, допустим, 20 лет, и они пенсионеры Там на заводе ты там работаешь, там пенсионный возраст у тебя, да А у вас были такие случаи на радио, чтобы кто-то уходил на пенсию И его промырали со всеми там почтами? Было такое, что ногами вниз вы носили людей, которые долгое время работали Но мы не будем об этом говорить Сердечный приступ, инсульт, там что-то еще Все прям в любом эфире Это правда А есть такая вот, что притупляется с годами и уже вот выходишь, как вот просто поговорить по телефону, так и за микрофон? Мне кажется, что это конец Когда вот так происходит Когда ты не горишь, когда ты не волнуешься И это очень чувствуется Пенсионный возраст Пенсионный возраст для работника радио Есть ли такой вообще? И можно ли с почестями уйти на пенсию с какой-нибудь... Не дождетесь Вы знаете, это страшный сон, наверное, любого радиоведущего, который уже нае время проработал А что дальше? А что дальше? Потому что вообще-то радио, это, конечно, дело молодых считается Потому что чем больше у тебя энергии Тем больше запас энергии и жизненных сил, тем больше ты можешь дать С другой стороны, когда у тебя еще остается энергия и появляется опыт Это тоже очень круто На самом деле, ФМ существует не так давно Для того, чтобы можно было говорить А как вот, а как... Есть вообще радио, а есть ФМ-радио И у нас это 90-е, 2000-е И мы, грубо говоря, сейчас экспериментируем Вот мне там 23 года в эфире Я прочитала недавно пост Риты Митрофановой, которая работает на радио Маяк Я подписана на нее Она говорит, что я 30 лет в эфире нахожусь И сейчас вот эти новые условия, новое время Когда твои выходы не должны превышать длительность музыкальной композиции Трехминутной Все должно быть очень сжато, четко Но уже эти рамки немножко поджимают Я не знаю, я потихонечку изучаю итальянский Думаю об этом и продолжаю Не уходите, вы целая эпоха 30 лет человек в эфире, у меня 23 Алла Довлатова на русском радио работаю тоже достаточно давно Мне кажется, что это профессия молодых не только физически, но и душой Если ты в душе не то чтобы ребенок инфантильный, который ля-ля-ля, косички, короткие юбочки и так далее Но если ты постоянно, ты пытливый у тебя ум, ты все время хочешь учиться у молодых Ты не говоришь, что вот это новое поколение тиктокеров, а что это за краш, а что это там, да, вот эти все словечки и так далее Вайп, ты наоборот цепляешь их, тебе интересно, это что-то новенькое Ты все впитываешь в себя То можно работать до посинения, мне кажется Ну то есть есть такие же люди, да, которые Перепосинение Хотелось бы как-то закончить свою жизнь где-нибудь не прямо непосредственно в эфире, а где-нибудь там на бережку какого-нибудь океана Вот этот путь, как говорится, через тернии к звездам, как он происходил? От момента кастинга вы пришли, вот начинается, вот развивается профессиональная жизнь радиоведущего Как она вот на начальных этапах была? Это все было методом проб и ошибок Абсолютно интуитивно, совершенно в полном незнании, непонимании, как это должно быть По сути, как хотели, как чувствовали, так и делали У нас не было четкого программирования, как работает этот отдел, как работает этот ведущий У каждого были свои какие-то образы, мы все друг от друга отличались и так далее Это сейчас, когда приходят ко мне студенты в школу радио, я им там объясняю, как брать интервью, как правильно задавать вопросы, как проводить в рамках шоу интерактив, программ приветов и так далее А мы всему этому учились сами Более того, у нас, по сути, не было этих ораторских, дикторских и других этих правил И, ну, в общем, все на ощупь У меня, естественно, был цензор, самый, наверное, главный, самый начал, человек, которому я больше всего благодарна Это моя мама, у которой красный диплом библиотечный Человек, который прочитал миллион книг, и у нее очень грамотная речь И я помню, что вот любая моя какая-то осечка в эфире всегда наталкивалась на ее исправление И я помню, как меня это ужасно раздражало, и я понимаю, насколько я сейчас ей благодарна Потом уже я когда стала работать на радио БИИ, там у нас тоже был человек, который обращал внимание на наши ошибки в эфире И когда он приносил мне там один листочек, два листочка, где-то там мне ударение поставило А потом он просто перестал ко мне приходить, и я говорю, Владимир Ильич, а как так? Он говорит, у меня нет к себе вопросов, все хорошо Но я хочу сказать, что ничего не может человек один, все равно поддержка, коллектив решает отношения и так далее Меня всегда поддерживали люди, мне всегда везло очень на них То есть коллектив у вас всегда на время вашей работы был хороший, складывался, дружеские отношения? Нет, не всегда, конечно, все люди очень разные У меня тоже не очень простой, не очень покладистый характер Может быть, я не слишком удобная Но в самые сложные моменты моей жизни, когда, по сути, я уже могла потерять эту работу Мне очень не хотелось Всегда находились люди, которые помогали, которые меня замечали Которые подставляли мне плечо и которые поддерживали меня И мне не приходилось поступаться, опять же, с вами принципом Потому что всегда эта поддержка, но я считаю, что она свыше, она откуда-то появлялась В лице руководителя радиостанции, консультанта Банально доходило до того, что я когда пришла на радио Юнистар Так получилось, у нас был и там тоже кастинг Хотя меня заметили, до этого я уже работала на радиостанции Молодежной Приходите, Катя, ну вот условно у нас будет Ну вот нам надо, чтобы вы поговорили с нашим программным директором Мы стали с ним разговаривать, и я понимаю, что мы с ним несовместимы Я ему просто не нравлюсь, и я это чувствую И я уже понимаю, что я там работать не буду Хотя руководитель меня, в общем-то, заметила давно и пригласила И так получилось, и он сказал, что я слишком молода И я слишком, он спросил, какие вам не нравятся вещи Вот ведущих, вот люди, вот кто в эфире работает Я сказала, понты Видимо, оказалось, это не совсем эфирное слово Хотя сейчас это, ну, такое вообще Ничего себе Нормально, устоявшееся, да Да, этим одним словом все сказано Ну, я бы немножко пояснила, что я имею в виду Или потом, а что вот ты будешь делать, у тебя нет прогноза погоды Ты потеряла листочек Я говорю, ну что я буду делать, ты тысячу раз так уже делала Ты на ходу вспоминаешь, так, примерно сегодня Сколько было, когда я выходила, сколько Ты должен выкрутиться, да Или ты поставил песню, нашел эту информацию Сделал музыкальную паузу Да миллион есть способов И так далее Это же только вот, ну, единственный, да, там какой-то выход Опыт уже был И я пришла на радио Би Туда меня вот долго звали до этого Приходи, приходи Все наши там уже с моей предыдущей работы Все уже перебежали, потому что у нас там поменялось руководство Невозможно было оставаться Всех диджеев просто убрали из эфира Остались только новости И музыка И я прихожу Она говорит, зачем ты пришла У нас тут девчонок уже Вот, все, 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 все И я понимаю, что мне некуда деваться Здесь меня ждали, оказалось не очень Сюда я пришла, меня ждали Но уже мой поезд ушел Я буквально иду по коридору И выходит человек Говорит, здравствуйте, а кто вы? Я его не знала, он меня не знал Я говорю, я Катя Белкина Я тогда была Катя Белкина Работала два года под псевдонимом У нас такие были правила А что вы, а кто вы, а кому вы? Я говорю, ну вот я пришла Хотела бы попробовать у вас поработать Давайте мы с вами пойдем пообщаемся Мы с ним сели в кабинет Пообщались, поговорили немного Он сказал, мне нравитесь Я поговорю с нашим директором Может быть мы что-нибудь сможем вам предложить Я не помню, какая у него была должность На тот момент времени Мне кажется, он был консультант Или может быть зам программного Ну, вряд ли Такое было доверенное лицо Скажем так И он как раз исправлял ошибки Работал над речью и так далее У ведущих Он очень известный человек Диктор и его отец тоже Их уже обоих нет и в живых Я всегда его вспоминаю Вот у меня появился вечерний эфир Программа «Приветов и поздравлений» В 12.00 Ночной Я помню, что я вышла в эфир с песней «Алло!» Я девочка-скандал с эфирой И все пошло и поехало Ну, это был только год работы на радио Би Но я ему безумно благодарна Какой-то год Про какой год вы сейчас рассказываете? 2000 2000 год И вот это Сейчас есть такая тенденция к снижению Того, что люди начинают читать книги, покупают Потому что сейчас уже в основном все Аудиокниги сейчас очень популярны В Европе они не менее популярны, чем бумажные Да, просто можно сесть на велосипед Наушники в уши Поехала аудиокнига Кто-то там музыку, кто-то аудиокнигу слушает Это выход Вы читаете книги? Или вы тоже предпочитаете аудиокниги вообще? В целом аудиокниги для меня это находка Потому что читать книги Я скорее аудиал Для меня сам процесс чтения Насколько с детства мне вдалбливали Катя, читай, 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 читай Возможно, у меня это совершенно вылез в обратную реакцию У меня есть там несколько любимых книг Мне нравится «Мастер и Маргарита» Например, очень Я такой человек крайностей И Булгаков Мне, например, очень нравится «Маленький принц» Экзупери То есть я люблю такие какие-то острые сюжеты И в то же время я считаю, что есть люди, которые могут Что-то от себя отдавать Рассказывать, переживать Дополнять своим жизненным опытом Мне кажется, все книги, которые были написаны В любом случае были на основе какого-то опыта Или воображения других людей Я могу сказать, что в жизни происходят вещи гораздо более крутые Но это не умаляет совершенно достоинств Тем более классики художественной литературы Это просто необходимо для того, чтобы как минимум у человека был кругозор Словарный запас, богатый Для того, чтобы он не становился примитивен в своей речи Поэтому я считаю, что особенно если человек планирует работать на радио Для него это было бы большой плюс То есть вы читаете? Я читаю больше сейчас специализированную литературу К сожалению, именно художественную и классическую все реже и реже А есть ли у вас какая-нибудь смежная профессия? Такая, я не знаю, какая-нибудь Ну, кроме как радиоведущая Я озвучиваю рекламные ролики Я озвучиваю телефонные приветствия Я преподаю в школе радио Я преподаватель, как вы знаете Наслышан, да, в федеральной школе радио Это секретик, что мы с вами там познакомились? Нет Но это же, мне кажется, очень хорошая школа для любого человека Который ее прошел Все равно вы себя прокачиваете максимально Насколько мы вас прокачиваем Насколько вы себя прокачиваете Здесь это очень важно Такая двусторонняя работа Все равно она двусторонняя И у меня есть еще какие-то идеи на этот счет Я могу провести любого уровня мероприятия Любого уровня сложности Песни года, которую я проводила с Димой Кахно в 2019 году У нас запись Мы работали вдвоем весь концерт И в грин-роме работало еще двое ведущих То есть на сцене, по сути, были все время только мы Мне кажется, съемки этой программы Были, по-моему, в районе 5 или 6 часов И почти все это время мы с ним были на сцене Я не знаю, мне кажется, более сложного уровня проекта Здесь у нас Вот у меня еще не было Телевизионного Так, чтобы все это было в один день Все очень успешно прошло Поэтому мне кажется, что Этот опыт куда-то еще Переживали перед выходом на сцену На таком формате мероприятия Я, знаете, я переживала очень накануне Но что еще одно качество радиоведущего, которое хорошо было бы, чтобы в нем присутствовало Знаете, это как человек себя ведет при форс-мажорных обстоятельствах Вот случилось что-то Человек, не дай бог, там где-то упал Что-то там его там Как вы? Кто-то сядет Будет там, да, плакать Кто-то будет быстренько пытаться оказать там первую помощь Какая у вас реакция в стрессовой ситуации? Если вы можете собраться и выйти Это супер круто Потом вы можете рассыпаться на кусочки Сесть и думать, господи, это я была Это все, это была я И ты сможешь Нет, это не я, я точно не знаю Я на такой бы Я бы, во-первых, не пошла, не решилась Я бы не выдержала И, скорее всего, по мне было бы видно, что я волнуюсь А как вот Кахно, как специалист, напарник, ведущий? Мне очень-очень-очень повезло, что это был именно Дима Потому что по ходу дела он подсказывал, он объяснял Да, я какое-то время уже выходила на сцену И такие достаточно тоже серьезные мероприятия Телевизионные съемки у меня были Но в качестве приглашенного гостя Одна, две, три песни объявить, да И он мне показывал, что ты должен все время смотреть на камеру Даже если ты немножко, твой фокус не может быть Ты не можешь повернуться корпусом к ведущим Твой корпус должен быть таким образом И если на радио мы постоянно заступаем, заступаем У нас не должно быть пауз То здесь наоборот, пока камера сфокусируется Пока небольшие паузы, наоборот, должны быть И он меня немножечко отдергивал Ну и, конечно, работать в паре Ты не должен наступать на пятки И на носочки В момент говорения своему ведущему А я вроде бы не имела такого опыта телевизионного А я работала все время наравне Мне немножко хотелось даже чуть-чуть там, да, вырваться вперед И он несколько раз меня так все-таки Но очень деликатно Он очень много у меня научил Он в работе с суфлером и так далее И мы все постигали на ходу Я ему безумно благодарна Я считаю, что было очень круто Специалист высокого класса Уверена в этом Он всегда, он постоянно совершенствуется В этом его огромный плюс Он не сидит на месте ни минуты Во всем, во всем, что он делает Ему нравится постоянно учиться Даже если он знает отличный русский язык Он все равно будет постоянно откуда-то черпать новые знания Для того, чтобы развивать еще больше, глубже, увереннее Чтобы вы себе вот сейчас С опытом жизненным, с таким багажа, знаний, да Пожелали себе 20-летней девочке маленькой Мне кажется, в душе я все та же девочка Ну, немножко постарше Я бы пожелала меньше в себе сомневаться Наверное Меньше сомневаться Потому что, наверное, все-таки Самый жесткий критик и цензор Это я сама для себя И в некоторых случаях, мне кажется Я сама себя этим же и торможу И, наверное, сейчас я уже научилась Успокаиваться Не так пропускать через себя какие-то моменты Быть более рациональной Но, опять же, весь наш опыт необходим только для того Чтобы потом, спустя какие-то годы Мы подумали Ай, ну зачем стоило ли это вот того Наверное, меньше сомневаться А вот вы как в жизни поступаете? Лучше сделать, ну пускай не получится, да? Пускай вот потерпеть провал, крах Или же побояться, не сделать, но потом жалеть? Я думаю, что решения все равно должны быть взвешенными И все должно быть по человеку Если вы человек импульсивный И вам так важно сделать это Сейчас, в этот момент у вас есть душевный порыв Если вы его сдерживать не можете Вы обязательно должны это делать Если вы стоите и думаете Я могу с этим подождать до завтра? Это может на что-то повлиять? Или все-таки завтра, возможно, результат будет другой? Лучше, наверное, все-таки Приберечь это до лучшего Вот если мы будем это проецировать на ведущих, да? Современных, там, ведущих мероприятий возьмем И вот предлагают молодому ведущему провести какое-либо мероприятие И что? Вот он начинает переживать, волноваться, я боюсь А хотя, ну, есть у него, допустим, потенциал Вот он может это сделать, но он боится Как быть в такой ситуации? Самое главное, страх – это самый сдерживающий фактор в целом для любого человека Неважно, что он делает первый раз Для меня, например, публичные выступления Даже там небольшие какие-то мастер-классы Сначала были безумно волнительными Для меня выступление перед новой аудиторией Само по себе всегда очень волнительно Если я человека знаю Или там хотя бы какое-то количество людей из этого зала Я знаю, мне будет гораздо комфортнее и увереннее При том, что я могу вещать на 100 тысяч на аудиторию Не секунды там особо, да, не тушуясь Нужно идти на этот страх Это самое банальное, самое простое из того, что говорят То есть нужно пробовать, идти, и тогда все получится, правильно? Чего боишься, то и делай, но в пределах разумного Вы замужем? Нет Почему? Так получилось Я была замужем Я была недолго замужем, но это не совсем был тот опыт То есть это был опыт, который мне пригодился в жизни Но вот с тех пор я поняла, что для того, чтобы между людьми была настоящая близость Может быть, что там в паспорте, в случае до появления детей, это не обязательно Хотя, опять же, это сугубо индивидуально Так же, как и во всех других вопросах Планируете выйти замуж? Я думаю, что женщина должна быть профессиональна во всем Я бы так сказала И ты можешь быть профессиональным радиоведущим, но при этом Хорошо, если ты будешь профессиональной мамой Профессиональной женщиной, профессиональной женой То есть нельзя, когда у тебя перегиб только в одну какую-то сторону И это само собой непроизвольно происходит Это не совсем хорошо Это не совсем для самой женщины и ее природы Хотя есть те, кому это здорово удается просто вот так вот лавировать вот этими всеми Я вот мне бы так хотелось Все успевать и везде во всем, что получалось Я думаю, что вы бы классно звучали на радио, но вы слишком четкий Если говорить о музыкальном радиоведущем, то надо быть немного таким Понимаете? А есть у вас более такая деловая предприимчивая жилка Ребята с таким характером на радио долго не задерживаются Потому что да, можно сделать какой-то свой проект Попробовать, самоутвердиться и так далее Либо ввести, например, новости Мне кажется, что вот аналитические, информационные Информационные развлекательные больше А не музыкально-развлекательные вот эти штуки Ну, это больше ваше И вот, ну, потому что у вас схематичный больше, мне кажется, склад ума Нежели творческий Вам для души там что-то проводить Тра-та-та-та-та-та А, ну, вот такие вот проекты, в которых вы приложили руку В которых у вас есть какая-то динамика Ну, немножко такая-другая Ну, вот они вам больше подходят Ну, реально У нас в гостях была сегодня Катя Самсонова Диктор Преподаватель федеральной школы радио Радио-ведущий профессиональный Если кто-то еще слушает радио, не только ради музыки Это вообще очень круто Друзья, подписывайтесь на канал Ставьте пальцы вверх Пока До свидания Лобби обо всем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok